В Новосибирске удалось буквально по деталям собрать легендарный самолет МиГ-3. Этот высотный истребитель был создан перед Великой Отечественной. В годы войны на таком летал знаменитый Александр Покрышкин. Обломки сбитой машины нашли поисковики. И теперь, благодаря сибирским инженерам, можно не только увидеть МиГ-3, но и оценить его полетные качества. Как будто я пришел на оценку во время войны и вижу вот свой самолет. За штурвалом точно такого же истребителя зимой 41-го лейтенант Пашков сбивал фашистские бомбардировщики на подступах к Москве. Тогда из 4 тысяч Хенкелей до города долетели чуть более сотни. В ответ немецкие истребители начали настоящую охоту за МиГами. В одном из таких боев самолет Ивана Пашкова был сбит, а сам летчик еле успел выпрыгнуть с парашютом из горящей машины. Очень жаль свой самолет. Как родного другу потерял. Самолет Пашкова взорвался в воздухе, а вот обломки этого МиГа более полувека пролежали в болоте под Тверью. Их нашли поисковики. Самолет упал после того, как пилот Юрий Алексеев вызвал на себя огонь двух мессершмиттов и спас командира отряда. Уцелевший фюзеляж истребителя увезли в Новосибирск. Здесь машину собирали буквально по винтикам, восстанавливали чертежи, изучали кадры военной хроники и старые фотографии. Форма тоннеля радиатора, обтекатель, задняя часть обтекателя, она взята в основном с этой фотографией. Инженеры фактически повторили путь конструкторов первого высотного перехватчика Микояна и Гуревича. Собранный самолет решили поставить на крыло. Восстановленный истребитель несколько месяцев испытывали на земле, проверяли каждую деталь, тестировали работу всех систем. И вот теперь легендарный МиГ-3 готов вновь подняться в небо. На первом круге истребитель убирает шасси и набирает скорость. За мигом едва поспевает реактивный Л-29. Даже в 20-ти градусный мороз кабина пилота открыта. Так летали и во время войны. Крышка стеклянного колпака мешала следить за врагом. Ее часто заклинивало, и летчик не мог покинуть падающий самолет. Чтобы не обморозить лицо, опытные пилоты смазывали его гусиным жиром. Холодно, выдувает, вытягивает из самолета. А что делать? А с закрытым не видно земли. Обзор ограничен. Во время следующих испытаний пилот повторит фигуры высшего пилотажа, который на таком же самолете выполнял прославленный ас Александр Покрышкин. Тогда уже никто не сможет назвать этот истребитель лишь музейным экспонатом. Это восстановленная история, это связь поколений. Помните песню «Миг» между прошлым и будущим? Вот эта вот машина как раз соединяет «Миг» между прошлым и будущим, «Миг» третий. Реставрация легендарного «Мига» – только начало большой работы инженеров. Энтузиасты уже восстановили истребитель И-16 на стапелях штурмовик Ил-2. Они мечтают создать национальную коллекцию летающих самолетов и увидеть, как эти боевые машины откроют парад победы в небе над Красной площадью. Павел Афанасьев, Николай Онищенко, Игорь Гуляев, Константин Анисимов. Первый канал. Новосибирск.